Привет друзья! В сегодняшнем видео я сделал подборку идей самоделок, наиболее часто используемых мною в своих роликах. Ну что, поехали! Очень удобная и простая идея, позволяющая всегда находиться под рукой различным маркером, карандашам и так далее. Играет музыка. Но это штатив для фотокамеры, позволяющий мне снимать с близкого расстояния и различных ракурсов. Дело в том, что у обычного трипода сильно большой размах ножек и не всегда можно его разместить так, чтобы ножки не попадали в объектив. Но с этим штативом все проще. Играет музыка. А это не хромовый резак, сделанный на основе понижающего трансформатора на 42 вольта. Да, 42 вольта многовато, но какой есть. А так, я думаю, вольт 20 будет вполне достаточно. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Эта идея стала незаменима на моей работе, я ей пользуюсь практически постоянно. Диодную лампочку трудно угробить и поэтому я ее покидаю в рабочую сумку и вперед. Вот еще простая, но насколько удобная штука из ПВХ переходника. Предлагаемые в интернете варианты размечают шурик в горизонтальном положении. Можно зачем-то потянуться, зацепить и уронить его. Ну а у меня он располагается на ножке рабочего стола в вертикальном положении. Поверьте, так как я его работаю практически постоянно, мне очень удобно. Идея из моего армейского прошлого. Простой и надежный ремень из тропы для рабочей одежды. Направляющая для коронковых фрез позволяет вырезать внутреннюю часть без отверстий и сделать отверстия различной формы. Ну а это простая многоразовая кисть. Для работы с работой различными морилками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ой сколько я начитался комментариев по поводу этого молотка то ты ослабил ручку да он сломается это все ненадежно такой вариант кровельного молотка у меня уже наверное год все надежно и крепко ну конечно если мы им собрались рельсы ровнять тогда да не вариант еще если с прицелом проблемы то тут я вам не помощник у меня все получается довольно таки просто и и и и и и Токарный станок позволяет мне вытачивать различные мелкие детали. Продолжение следует... Из той же оперы точильный шлифовальный станок с возможностью подключения пылесоса для сбора пыли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это простейшая лампа для мастерской, которую не страшно забрезать краской или как-то повредить. Собирается из обрезков ПВХ тру и я тоже пользуюсь практически каждый день. Продолжение следует... За эту приспособу я схлопотал кучу дизлайпов, хотя она позволяет упростить и обезопасить работу при сверлении мелких деталей. Я думаю на крайняк лучше повредить срубцину, по крайней мере ее можно купить, а вот дополнительные пальцы нет, даже на Алиэкспресс. Продолжение следует... Это уже пятый вариант стойки для инструментов и не факт, что последний. Так как мне далеко оттянуться до стены, то такая стойка именно то, что мне надо. Все мелкие детали и инструменты у меня под рукой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...